Почему вы там нефрит переводите на какие-то сапоги? Такого нефрита не было у императоров. Про нас говорят, что мы на берегу Байкала. И спрашивают, а долго ли до берега? Он говорит, я хочу стать мастером. Может быть, станете всемирно известным человеком, резчиком. Всяко же может быть. Добрый вечер, дорогие друзья. Раз вас приветствую в клубе Камневеды. Рад приветствовать зрителей канала Камневеды. Друзья мои, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши лекции. Задавайте вопросы. Комментируйте наши лекции. И я сегодня хочу вам представить наших прекрасных гостей. Собственно говоря, я всегда-всегда приглашаю людей. Если вы вдруг в Москве, откуда-то издалека, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией с Камневедами. Как-то планируйте свою поездку. И мы с удовольствием предоставим вам площадку для того, чтобы вы рассказали о своих камнях. А у нас Ирина Владимировна. Я думаю, она лучше про себя расскажет. Будет у нас еще здесь Сергей Сергеевич, да? Да. Это люди из Иркутска. И у них, между прочим, уже 10 минут второго. То есть мы сейчас люди из другого часового пояса. С другой стороны... С другого дня, 8-го числа. А, уже день, еще и день, и другой. И все это еще и за Уралом. Но у них дело в том, что как раз не зря нам Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что именно Сибирь в России прирастать будет. Поэтому мы всегда с удовольствием приветствуем сибиряков, тем более из самых коренных сибирских провинций, так сказать, из центра Сибири, можно сказать. Иркутское генерал-губернаторство. Это был первый наш, так сказать, форпост на востоке страны. Но я не буду долго вам все это рассказывать, а я лучше подоставлю речь нашей дорогой гости Ирине Владимировне. Прошу вас. Спасибо за... Я благодарю за возможность. Дмитрий, останьтесь. Сидите. Дело все в том, что мне очень нравится... Я давно знакома с камневедами. Я на ваших лекциях еще и подрастала, так скажем. И вот очень счастливое знакомство с Артемом и за приглашение огромное спасибо, потому что у нас миссия сейчас такая, чтобы рассказывать людям о науках о Земле, о том, чтобы люди понимали, где мы находимся, что у нас окружает, чтобы мотивировать к поиску, чтобы мы не занимались всякой агрессивной ерундой человечества, а чтобы мы смотрели на звезды, смотрели под ноги, взбирались, интересовались. То есть, во-первых, это спасет планету. Во-вторых, немаловажно, нам нужны рабочие руки, нам нужны кадры, нам нужны люди науки, нам нужны геологи, нам нужны мастера. Ну и не только мастера на всех процессах нашей работы, нужны люди. Я всегда с удовольствием говорю, что Иркутск – это не только Байкал, это люди. И вот я работаю на предприятии, легендарном предприятии, мне повезло, я выросла в домах геологов. И эти люди, они действительно героические. И знакома тоже как бы с Байкал-Корсом Ацветовым с раннего детства, потому что нам дарили соседи подарки Байкал-Корсом Ацветовские. И, конечно же, предприятие, на которое я пришла работать в 2017 году, оно у меня вызвало чувство гордости, уважения. И то, что сейчас делается в компании, это, конечно, большой, великий труд. Вот сейчас наши ребята строят жилье для будущих сотрудников. То есть я сейчас постепенно буду рассказывать, как у нас, да, у нас сохранились все советские плюшки, плюс еще умножились. Но вот сейчас поподробнее про нашу компанию. Пользуясь такой популярностью, что сделали из нефритовой сапоги, никто отсюда не отходит, целую очередь фотографируется. Все восхищаются, влюбляются. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сначала производство музея стал пополняться образцами продукции предприятия. Вот здесь вы на фотографии видите тот самый первый музей, как он выглядел до 2015 года. Но здесь вот наши геологи, фотографии геологов нашего предприятия, первооткрывателей. То есть мы от Алтая до Дальнего Востока открывали цветные и самоцветные камни. И вот так происходит доставка горной породы на производство. Раньше это было и вертолетами Ми-8. И сейчас у нас как бы уже другие вертолеты, но они уже доставляют людей, а не камни. Камни мы доставляем тяжелой техникой. То есть я услышала от геологов, что раньше это было только по зимнику. Сейчас мы уже и в летний период как бы сейчас уже полегче с этим стало. Но все равно дорога сопряжена с опасностями, и обвалы есть, и выход вот этих рек. Ты же не знаешь, где в горах там снег, и ливень идет очень долго. И как эти реки вот себя поведут. То есть всегда мы когда едем, вот едешь на день, бери на неделю запасы. Потому что можно встать, и даже на больших машинах ты не можешь форсировать эти реки. Ты просто стоишь и ждешь, пока погода не зайдет, чтобы тебя пропустить. Ну и вот, конечно, сбережная добыча цветного поделочного камня. Она связана с тем, что у нас трещины в изделиях, в общем-то, не приветствуются. Ну, представляете, несколько месяцев, 4 месяца ты сидишь, творишь, вырезаешь. Потом еще 5 месяцев это все полируешь. И в последний момент, на последней вот шлифовочке, что-то идет не так. Потому что, ну, представляете, нефрит образован в дукимбрийский период. Там столько всего с ним происходило, и тут мы еще сверху. То есть, понятное дело, что это дело, ну, в основном, как бы, не все ты можешь предугадать. Вот первое поточное производство у нас, станки, тело вращения. Это станочное производство было изначально. Но потом, вот, кстати, логотип наш первый, вот видите, на нефритовой такой медальке. Это первый, и вот справа на баночке, это первый логотип предприятия. Вы на Авито еще можете, еще такое большое массовое хождение есть. Нет-нет, но выскакивают вот эти советские изделия. Кто в Иркутск приезжает, или иркутяне, все знают, что нефритовые колечки это наши. Кто вот постарше, наверняка видели, да, эти нефритовые колечки советского периода. Вот. Ну, и, конечно, госзаказы были. Были госзаказы. Это гостиница «Космос», это были торшеры. У нас в Иркутске в гостинице, в «Интуристе» была посуда. Была недолго, потому что, представляете, вот этот вот, как Задорнов говорил, да, почему нас боятся. Представляете, приезжают в послевоенное время, да, достаточно, ну, 25-30 лет прошло. Приезжают иностранцы. У нас город провинциальный достаточно тогда был, не все асфальтированное. Вот. Приходят в «Интурист», а там посуда из нефрита. Ну, да. Ну, вот, конечно, она уходила быстрее, чем в Турции халаты, поэтому заказов больше не было. Вот. Здесь вы сейчас видите письменный кабинетный прибор. Он из Кремля был перевезен в Ельцин-центр в Екатеринбург. Вот. Это вот производство нашей компании. Можете на него там полюбоваться. Ну, в Кремль вас в действующие не пустят. Там тоже есть изделия и советского производства, и современного. Но пока не в музее. В общем, смотрим здесь. Ну, и здесь вот вы наверху видите серийную продукцию. Это то, что выпускали в советское время. Вот слева наверху, или у вас справа, наверное, зеркально, да? Извините. Это яшма. Мы тоже занимались яшмой. Вот вы видите разные цвета нефрита, и светлоокрашенные нефриты, да? И медовые, и зеленые. И из чироита мы видим вазы. Кстати, первая продукция из чироита была, это именно вазы. И вот внизу, видите, вот значок фестиваля 1975 год. Скола, Курасава, Вайда. Они держат в руках что-то круглое. К сожалению, не цветная фотография. Цветных не было фотографий. Ну, в доступе. Так скажем, может, в личных архивах и есть. Но мы пока добраться не можем. Они держат чироитовые шары. Такие шары были презентованы в 1975 году на московских международных кинофестивалях. Там была точечка Москва, олицетворение планеты и вот лавровые ветви. Ну, и также вот Данелия за Мимино получил. То есть, несколько, по-моему, десятилетий за лучшие фильмы давали такие шары, которые мы, собственно, выпускали. Здесь у нас наступает 1973 год. То есть, мы поточные продукции такой, станочные, да. Мы переходим к художественным изделиям. Как это получилось? Дело все в том, что к нам пришли выпускники художественного училища. Люди талантливые, амбициозные. И, конечно, они учились не на то, чтобы делать 150 вариантов рюмок или там вас. Они творцы. Они сейчас являются заслуженными художниками России. Они портретисты, они скульпторы, они камнерезы. То есть, они известны, в общем-то, в мире. Их работы есть у таких значимых людей. И они начали свою деятельность у нас в компании. Они пришли выпускниками, молодыми. И они изъявили желание, чтобы что-то творить более художественное. И с этого момента началась наша художественная история. Все так из рук в руки стало передаваться. Здесь вы видите эскизы того времени. Это описано тушью от руки. И вот здесь вы видите работа Натальи Ладяновой. Браслет «Весна». Они стали участвовать в международных конкурсах, выставках камнерезных. Получать призы. И вот работы Натальи Ладяновой, они сейчас, она как вперед забежала, они сейчас очень, в общем-то, модные. И по сей день. Ну и вот современное производство. С 2019 года происходит модернизация. Уже более 300 миллионов вложено в изменения. У нас сейчас, я вот здесь с вами сижу, у нас строится цех новый. И нам нужны, конечно, рабочие руки. У нас часть завода работает 24 на 7. У нас очень много заказов по России. И частных, и государственных, и поточного, что магазины хотят в нашу продукцию. То есть мы развиваемся семимильными шагами. Ну мы обладаем большим парком распилочного, копировально-шлифовального оборудования, большим парком воскоточных станков ЧПУ, оборудованием для колтования камня, участками шлифовки, доводки, калибровки, участками художественной обработки камня. Вот участки художественной обработки камня мы показываем гостям. У нас есть несколько маршрутов. У нас, когда приходят гости, у нас есть маршрут для маленьких детей, где совсем маленькие дети, деловые люди. Для всех разный уровень сложности. И понятное дело, что не всех мы пускаем. Там, где большие пилы, где большие камни, мы распиливаем. Ну здесь, чароид-блоки мы распиливаем до 10 тонн, толщина распиловки от 5 мм. Нефрит до 6 тонн, толщина распиловки от 3 мм. И офикальцит до 10 тонн, толщина распиловки от 5 мм. Мы сейчас работаем на трех камнях. Мы имеем на трех горных породах, мы имеем лицензию на них. И вот в этом направлении работаем. Чароид – это месторождение сиреневый камень. Участок старый – это в Иркутской области. Офикальцит – это Алзагайское месторождение. 200 км – это Иркутска в Черепховском районе. И нефрит – это Бурятия, Восточный Саян. Ну здесь у нас, видите, школа мастеров на производстве. Но у нас еще есть такая вот фора. Я бы уже сейчас сказала, 28 лет практически. В Иркутском полиэтиленческом университете существует кафедра. Она раньше называлась гемология. Сейчас она технологии дизайна. Это кузница наших кадров. И мы там, наше руководство принимает экзамены. То есть ребята, у нас сейчас очень большой процент. Ребят, которые закончили эту кафедру, они на разных позициях. То есть это и художники, и станочники, и резчики. То есть различные применения. Ну и, конечно, мы учим на месте. Вот человек к нам приходит, 18+, он говорит, я хочу стать мастером. И он становится мастером. У нас есть люди, которые когда-то кроили одежду. У нас есть, добились успеха. У нас есть люди, которые водили поезда. А потом его работа оказалась в историческом музее на Красной площади. Кухран выбрал его работу как достойной для экспонирования. То есть случаи прихода разные. То есть если вы в себе обнаружили талант и желание, пришли, мы вам понравились, вы нам понравились, вы, может быть, станете всемирно известным человеком, резчиком. Всякое же может быть. Поэтому наша миссия как раз рассказывать про предприятие, про нашу деятельность, чтобы искать таланты. Ну и вот, посмотрите, вот эта вот фигурка национального типа. Такие распахнутые руки. Это та фигурка, про которую я говорила. Это монгольский танец. Ну, в Бурятии у нас он как бы такой популярный танец орла. Это когда два борца соревнуются, один другого роняет, визинчиком задел, все, не орел. Тот, который никак ничего не задел, он танцует вот этот танец орла, собственно говоря. Ну, вот здесь вы видите работы, которые в свое время заняли призовые места на конкурсах, в том числе международных. Мы сейчас, руководство приняло решение. Мы можем теперь себе это позволить. Оставлять все конкурсные работы у себя в музее, потому что у нас есть амбициозные планы. Нам помешала пандемия и сейчас СВО, потому что мы очень помогаем много стране. И у нас планы, но мы немножко отодвинули, но мы их обязательно реализуем. В Иркутской области построить большой музей, но он будет не только музей, он будет принимать различные делегации, научные конференции. Кстати, вот сейчас мы принимаем научную конференцию, семинар «Минерология и музеи. Синергия науки и искусства» 29 октября в Иркутске на нашей площадке. И вот как раз к нам подошел наш другой Сергей Сергеевич, потомственный геолог, зам главного геолога. И вот, конечно, мы участвуем в выставках, конкурсах. Здесь, конечно, не все, что мы можем показать. Вот вы видите работу, да, «Гохран России». Стоит вот эта вот статуэтка с руками распахнутыми. Вот. Ну и, собственно, наш серебряный бабор знаменитый. Сапоги на ВДНХ попали случайно. Это у нас фотозоны. Некоторые говорят, почему вы там нефрит переводите на какие-то сапоги. Но это сапоги геолога, и детям очень нравятся эти вещи. Ну, просто так получилось, что вот эта вот детская, можно сказать, тема, да, она попала в Москву и стала весьма популярной. Вообще, уже скажу, что не в России, а в мире, потому что иностранцы в них фотались. Такой флешмоб появился. Мы, собственно, рады, что так получилось. Почему бы и да. Ну и вот история. А Чироитовая там нам сказали сделать, и было очень мало времени, поэтому... Вот. История открытия месторождения Чироитовой породы. Это первым был Владимир Григорьевич Дитмар. Он в войну там работал. Это первый отдел, это закрытый отдел. Они не выездные были. Я выросла в домах соснов геологии, и большинство родителей своих друзей не видела никогда. Они были в походах, дети были предоставлены бабушкам, если таковые имелись, няням, соседям, кому угодно, братьям, сестрам. То есть были в долгих экспедициях, кто-то не возвращался, всякое бывало. И Владимир Григорьевич Дитмар, он возле своего домика, вот он как раз внизу под ним фотографию этого домика, как он сейчас, сейчас он так еще выглядит, сохранился. Нет, сейчас все намного хуже. Все похуже, да. Там, наверное, один остался из всего поселка. Ну вот там ручей Дитмарский его назвали. И вот он нашел такой вот камень, как бы он выветрил уже снаружи. Но он его характеризовал как тремолитовый сланец, нехарактерного оттенка записи, пометочку сделал. Они ведь все, что видели, куда ходили, обо что запинались, чем любовались, все было под грифом секретно, потому что это уран. Мы раньше покупали уран, надо было искать свой, потому что и немцы, и американцы, пока мы тут воевали с немцами, они все это дело успевали наверстывать. И вот здесь на фотографии вы видите, да, посередине чароид Вера Парфентьевна Рогова, не так давно ушла, у нас три года всего прошло. И с правой стороны Владимир Петрович Зенченко, начальник партии, я вхожа в его семью с 87-го года. Вот, очень много интересного люди рассказывали, конечно. И вот стоит Юрий Рогов. Юрий Рогов, конечно, когда они туда попали в 60-м году, в 59-м они туда попали, но в 60-м году он сходил из домика Дитмара. И, конечно, поинтересоваться, в каком состоянии домик, ну и принес, сиреневых камней мало в природе. И он, конечно, его принес, а у них уже было оборудование, потому что они уже самолетами Ан-2 могли его туда забросить. У него там супруга минералок, у Дитмара не было с собой супруги минералка. И они, конечно, уже смогли уже и распилить, и первоначально как-то что-то отметить. И Вера Парфинтина влюбилась в этот камень на всю жизнь беззаветно просто. А он, когда распилил, увидел этот срез, вот эту разницу, выветрил совершенно невзрачную и внутреннюю. Он сказал, смотрите, какое чарование. Чары в словаре далее означают, что магию. Этот цвет мы можем получить, смешав что? Красный и белый. Это огонь и вода. Это инияне. Это противоположность. А откуда пошла фраза мне фиолетового? Это баланс между щелочью и кислотой. Это лакмус, цвет лакмусовой бумажки. Видите, сколько совпадений, да, про чароид? И первоначально геологи вкладывали смысл слова очарование. Но так получилось, что на карте вот эти вот 30-40 километров, это вообще никак. Про нас говорят, что мы на берегу Байкала. И спрашивают, а долго ли до берега? Я говорю, ерунда, 70 километров, вышел и дошел. Поэтому, конечно же, противоречий не было и для международной комиссии, чтобы пояснить, что это принято топоним и привязан. Был привязан топоним Рякачара. Там, кстати, очень интересная ситуация получилась, что они набрали 15 ящиков с подзревчатки и отправили в Иркутск. Естественно, никто их не охранял. Через три года вернулись, ящиков нет. Вот что с собой там привезли, вот сколько смогли в руках кабельцы вынести, то и было. И стали уже изучать все. Американец Дан, мы же в 75-м году, так как я уже ранее говорила, мы начали выпускать продукцию. С 73-го года зашла наша компания, мы являемся первой. Еще не знаешь, что это новый материал. Да, он был коносит. Он был коноситом, мы реализовали продукцию, но послевоенное время нужна была валюта. Естественно, шло на экспорт это все. И, конечно, расходилось. И, конечно, геолог Дан, он обратил внимание на сиреневый натуральный камень, начал его изучать, не будет дураком, отправил заявку в Японию. А японцы сказали, что чара-аид можно спутать чарлитом, меняйте букву. И вот когда в 76-м году Франк Аминецкий, вот у нас в Иркутске есть улица Франка Аминецкого, это его родной племянник, офтальмолог, очень прославленный, очень многим людям спас глаза. Он позвонил в Иркутск, Верий Парфентин, и говорит, а почему Дан хочет получить-то, что... А где наши? Мы же раньше отправляли, я же знаю. Да, и был, в общем-то, такой неудобный момент, когда Дан, когда вот уже японцы подписали в 77-м году, 22-го июня, за нами право, да, за Россией, он, в общем-то, был вынужден извиниться. Мы, размен был, размонаживали фигур, в честь японца наши, назвали вместо хайдарканита стоять, назвали в Капайширит, в честь японского шума. И мы просто Каменецкий сделал роду, он был очень высокого авторитета, а так, конечно, это все, чтобы губило и губит нашу геологию этот секрет. И самое главное, что камень, ведь чара, да, он был бы чара и чара, а он все-таки вернулся к исходнику, как называл его Юрий Рогов, камнем очарования, чароид. Видите, как все замечательно сложилось. Вот, и здесь вы видите настоящие фотографии, это партия, и вот внизу слева это Алексеев, Алексеев, Марковкин, с Роговым полетели на Мурун в 73-м году и стали открывать месторождение. Оказалось, что на одно заходит административно на Якутию Саха. Чараид это минерал пероксиновой группы. Там вообще на Муруне порядка 200 минеральных видов, 11 новых и несколько десятков редких, очень редких. Нашли вот последний минерал, это уже 3,5 года, фторкаунтонит, небесно-голубого цвета. В Политехническом музее, музее Ферстмана есть небольшие кусочки. Там просто картина японская живопись, там сакура, как я вижу, да, это голубое небо и ветка сакура. Прекрасная. У меня пока образца нет, я самонадеянно подумала, что мы найдем. Найдем, я так думаю. Но мне пока обещают, но я терпеливо жду. Вот. В 59-м году вот ленинградские все гии занимались там на Муруне. В 65-м отыскала веропрофентина тиноксид. Сначала она нашла тиноксид, титаниум натриевым силициумом. Вот. И потом уже в 73-м Алексеев с Морковкиным и с Руговым туда зашли. Вот. Ну, за уникальность минерал называют сиреневым чудом. Вот. Он очень разнообразный, там просто картины прекрасные. Ну, и вот здесь вы видите фотографии нашего фирменного магазина. Куда без этого нам нужно существовать. Вот. И наши красивые изделия, которые делают наши мастера. У нас от простых вещей, то есть как от первой минеральной коллекции ребятишкам, до туристических там брелоков и так далее, к украшениям, так скажем, наших прекрасных дам и кавалеров. Также у нас вот видите широкий ассортимент суверной минеральной продукции с берегов Байкала. Вы понимаете, когда, это уже как раньше, вот Малахит Демидовский был, да, такой парламентарий, да, то есть такая история. Когда ты выезжаешь за рубеж, или кто-то дорогой гость приезжает, что-то подарить надо прям совсем свое. А что это, как не наши камни, не наши мастера. Поэтому очень хорошая история. Ну, и вот богатый ассортимент предметов прикладного назначения для дома, для офиса. Можно заказывать, можно так приобретать. Ну, и время диктует моду на использование натурального камня. Вот ведутся споры, а почему вы переводите этот камень на это, на то. Ну, черный квадрат Малевича тоже пользовался популярностью в некоторых кругах. Поэтому не судите строго. Время диктует вот такие вот вещи. И мы, как исполнители, вынуждены какие-то вещи делать. Нам тоже не всегда все нравится, поверьте. Но есть что-то, чему мы авторы. И очень много заказного. Вот с правой стороны пианино это было подарено Денису Мацеву. Он наш иркутский исполнитель. Натуральный. Да. Да нет, субь. Нет, нет, нет. Пианино вот такое. Да. Все впереди, можем мы в натуральную величину. Такие вещи завершены, как с креативностью называется. Ну, и высоко художественные работы мастеров предприятия. У нас сейчас пришла вот девочка, которая начинает свою деятельность с работы. Вот второе место на Данииле Мастере она получила. Она работает в стиле филонетистской мозаики. Это сложнейший вид камнерезного искусства. Это нужно все пазлы так собрать ровненько, да, чтобы это все было подобрано и так далее. Хорошо. Ну, и вот работа резчиков. Вы здесь тоже видите. Вот девушка под вуале, слушайте, она уникальна. У нас пришел человек, который оценивает дома Крести, Сотбис, и спросила, из чего эта девушка. Я буднично ответила, говорю, ну как, нефрит, это что так можно было. Я стала выяснять этот момент, потому что все делали из мрамора, это каравский мрамор, это струццо. У кого-то лучше получилось, да, как у струццо, кто-то милее знаменит. Но из нефрита никто не сделал, а Коля сделал. Он у нас не так давно работает, он пришел в пандемию в 2020 году. И вот она, в общем-то, привлекает большое внимание. Конечно, фотографии не передает до красоты изделия, которые у нас есть. Она вот такая, небольшая. Ну, здесь вы видите флорентийскую мозаику. У нас 12 лет цикл это из нефрита. Алаба это тоже нефрит, это заказная работа. А у музея стоит у нас вот из джеспелита сейчас. Хранитель недр. Ну и современный торгово-выставочный комплекс. Мы, конечно, как Петр Первый, когда нам звонят и говорят, а что у вас можно посмотреть. Я начинаю перечислять молчание в трубку. И я говорю, еще мы угощаем мороженым. Для таких людей, которые сомневаются, мороженое, тот самый аргумент. И они говорят, записывайте. Петр Первый тоже тратил 400 рублей в год, чтобы люди бросали свои насущные дела, огороды, дачи и приходили в музей. Вот мы угощаем мороженое. У нас рисование гранатовым песком. Есть камень желаний, заряженный тибетским. Ламы, горы, ремпочи. Три духовных желания, между прочим, можно загадать. Да, панорама карьера и камни, обладающие флоресцентным эффектом. Ну и вот у нас корпоративное музей предприятия. Видите, вот девушка играет на музыкальном инструменте литофоне. Я могу вам в группу скинуть видео, как играет инструмент, чтобы вы могли это показать. Я вот об этом не подумала, простите. Ну и здесь вы видите, что коллекция и, в общем-то, не только минералы. У нас, как я говорила ранее, много маршрутов разработано. Мы работаем с очень маленькими ребятишками. Почему мы это делаем? Потому что в очень раннем возрасте ребёнок начинает принимать для себя решения, зачем он лепит и рисует, почему у него хорошо получается где-то применять. То есть он понимает цель, конечный результат, что если он будет в этом развиваться, то это может пригодиться вот здесь в том числе. Ну и, конечно, интерес к камням, к музеям, чтобы люди ходили в музей, потому что музей – это не скучно в первую очередь. Вот видите, у нас ребятишки совсем маленькие. И их очень много. Маленьких детей очень много. Ну и вот у нас маршрут за кулисиком нерезанного дела. С 2023 года он входит в программы, национальные проекты, то есть обязательные программы к посещению. Труднодоступные районы, кто от нас далеко, там севера, они от нас получают VR-экскурсию. Ну и, конечно, когда там, если в Иркутск приезжают, они, насколько сказать, с родителями могут посетить в любой момент. Национальные проекты школьных программ от образования «Билеты в будущее» и федеральные проекты «Больше чем работы, больше чем путешествия». Мы на федеральных каналах, в федеральном сайте, вернее, расположены. Как нам попасть? Ну, здесь видите Сергей Сергеевич, который помогает будущему студенту-геологу разобраться в своей коллекции. У нас есть практика для летних школьных площадок, называется «В гости геологу интересные профессии». У нас, конечно, есть новогодние программы и так далее, там конкурсы. Ну вот это вот наша гордость совместно с клубом. Клуб располагается в нашем здании, то, что в селе нет клуба современного. Мы отдали часть помещения, такую большую часть, под клуб и под администрацию Смоленщины. Вот поэтому у нас музей немножко сейчас стеснен, почему мы приняли решение строить большой. Ну и здесь вы видите, что и геологи, которые ушли на пенсию, и действующие геологи работают с ребятами и в проектах участвуют. То есть у нас все здесь очень интересно. Ну и, конечно, у нас удобный маршрут. Люди не должны сидеть дома, пожилые люди, инвалиды, они должны участвовать в жизни страны. И вот у нас здесь очень удобный маршрут, социальная программа для категории ветерана войны и труда, пенсионеры, участники боевых действий, люди с ограниченными возможностями, возможность приехать с коляской. То есть у нас практически без ограничений. Единственное, что у нас, вот для плоховидящих, конечно, здесь, это единственная такая вот проблема, но они слушают. Потрогать не все можно. Ну и маршруты корпоративного музея вошли в топ-15 лучших предприятий по промышленному туризму. Вы об этом можете прочесть в журнале Турбизнес. Лучшие практики промышленного туризма. Мы получили первую премию лучшей в России по промбудущему, именно по профориентации молодежи. И в этом направлении не останавливаемся. Сейчас вот проофикальцит. Это третья горная порода, на которой мы работаем, образована в результате метаморфизма демометизированных известняков. Серпентинит и кальцит. Это два основных составляющих минерала. С момента открытия в 1988 году, 200 километров от Иркутска-Назакайского месторождения, мы на нем работаем непрерывно. Ну, он окрашен от таких, знаете, от серо-белых тонов, через такие вот прям вот активно, прямо желтенькие, желтенькие, яркие, до пестрых. Он легко обрабатывается, высоко достигает степень полировки. Вот. И, в общем-то, такой весьма декоративный. Сейчас у нас выходит такую популярную, так скажем, историю. Мы городообразующие предприятия, мы построили в 1988 году школу в Смоленщине, так как у нас компания 1966 года работает, то есть в советский период очень много чего успели. Это поселок геологов, строили дома для жителей, основали СНТ цветные камни. Оно сейчас занимает по количеству жителей, по-моему, уже приравнивается к сельской, да? Уже тысяч пять-то там точно живет. Ну, я сама житель, вот, СНТ цветные камни. Вот. И здесь вы видите габионные конструкции. У нас безотходное производство. То есть мы каждому камню находим применение. И здесь вы видите, это подарки селу. Вот памятник Великой Отечественной войны. Это тоже вот наша компания. В 2015 году установили. И вот мы облагородили не так давно габионными конструкциями. Ну, и возле Иркутского ЗАГСа тоже камень желаний поставили. Людям нравятся вот эти все вещи, потому что нам всем хочется, чтобы наши желания исполнялись, да? И мы все верим в чудо, в сказку и так далее. Особенно сейчас в эти тяжелые времена. В ландшафтный дизайн мы выполняем заказы повышенной сложности, тщательно побираем камень для каждого проекта и вносим авторские идеи в создание, дизайнерские решения. Я хочу сказать, что дизайнерские проекты у нас очень часто коллегиально бывают, что вот приходит человек совершенно, ну, не художник, вносит свою какую-то идею и бывает, что это воплощается. Ну, и, конечно, большая гордость, то, что мы вошли в историю, историю России, потому что у нас есть храм, заложенный в 1795 году ремесленниками, храм, на территории которого проживали Болконские и Трубецкие, когда были сосланы в Сибирь. Прихожанин был Михаил Михайлович Спиранский, генерал-губернатор Сибири, который у нас чуть больше трех лет правил. Но он многое сделал для Иркутска, потому что не все губернаторы с ней сходили до того, чтобы до нас даже доехать. Одного за это даже повесили. Поэтому Спиранский в честь него, Спиранский в честь него даже Центральную площадь назвали не так давно в Иркутске. Личность легендарная. И в 40-е годы там было расположено книгохранилище. Хотя в 30-е годы, когда было активное гонение на церковь, там было 1560 прихожан. То есть активная такая церковь была. Ну, в 40-е сделали книгохранилище и, конечно, центральный иконостас из трех иконостасов, триптих, да, он был утрачен. И к нам обратились священнослужители. Конечно, мы могли бы просто отдать денег и все. Но мы пошли сложным путем. Руководство взяло на себя такую ответственность. Больше семи лет потратили. Я видела глаза первого нашего генерального директора Сергея Петровича Костякова. Когда проект был завершен, это были глаза человека, который выдохнул, который вот расправил плечи, он понял, наконец, что справились, смогли. И вот вы сейчас видите результат труда наших сотрудников, такую ножку, руководство, которое на себя взвалили. Мы видим здесь 73 резные части, стоящие, установленные на нефритовом постаменте. В 2020 году в пандемию были уже завершены работы. И 15 августа был обряд освящения. А 19 августа был праздник храмовое преображение Господне. Так вот, я открыла свою соцсеть. У меня мой подписчик, он был на литургии в этот день, мы были на работе, он был, мы субтитры работаем, на литургии и выставил фотографию, как голубь сидит на кресте. Он всех поздравляет с праздником двойнодесятым великим и констатирует это событие. Хочется, конечно, верить, что это благожелательный символ, но вот вы видите, с правой стороны фотография, как голубь слетает на крест. Высота иконостаса 5,5 метров, ширина 8,5 метров, вес 8 тонн. В Иркутске, кстати, за пределами храма, за забором стоит дом музея Волконского. Вот такая у нас история, то есть мы вошли в историю России. Я сейчас перелистывать буду, я даю время сфотографировать. Я ставлю презентацию, кому нужны будут фотографии, видео, все будет. Вот у Артема. Ну и результатами деятельности компании являются положительные отзывы клиентов, посетителей предприятия. Очень приятно, что у нас и в Яндексу, Гугл, и книги исписаны довольные. Мы работаем, у нас все в коллективе, весь коллектив на любом этапе, начиная от входной группы, от дворников, заканчивая учредителями. Люди вовлечены в процесс, остаются работать те, у кого горит глаз, кто хочет творить доброе, увечное, работать в слаженном коллективе, таким как семья, можно сказать. Сейчас руководство приняло решение построить сначала жилье для сотрудников, для будущих, а потом уже заняться строительством музея. То есть вот эти вот амбициозные проекты, которые, конечно, будут приносить денег, мы в этом не сомневаемся, они уходят немножко в задний план, потому что сотрудникам должны быть предоставлены комфортные условия для творчества и так далее. Ну и вот мы возрождаем, нам интересуется телевидение, здесь, конечно, не все передачи вошли в этот формат выступления, скажем, но здесь, видите, международный пресс-тур автоконцерна «Генезис», они презентовали свои супер-классы машины на Байкале и в течение недели к нам приезжали журналисты со всего мира. То есть нас удостоили этой чести, что мы вошли в эту программу презентации. Приезжал генеральный директор компании «Генезис». Здесь вы видите канал НТВ, мои университеты, это как раз кафедра технологии дизайна, где руководством нашей компании закуплено оборудование для того, чтобы ребята, учащиеся в Иркутском политехе, могли не только в летний период получать практику, принимать решение работать с камнями или с другими материалами, но и в течение года у них была возможность поработать именно с камнем в специальном оборудованном кабинете. Ну, если вы видите знаменитую передачу «Руссоэкспрессо», это «Орел и решка» в новом формате, Тимур Родригес в кадре держит два шара-чероита. У меня есть видео, где он очень интересно рассказывает, что это глаза дракона. По секрету всему свету канал «Россия», там у нас еще и федеральный канал Совета Федерации снимал, ну и, в общем-то, вот «Скурлов», «Искусствовед», фонд «Фаберже» у нас в музее. Благодарю вас за внимание, видите, у нас как бы мы стараемся, получаем знаки качества, стремимся к тому, чтобы наша продукция была все лучше и лучше, и здесь вы видите часть коллектива, конечно, не все попали в кадр, потому что были заняты на производстве месторождениях и так далее. От имени и лица компании, от всех наших сотрудников я выражаю вам благодарность за то, что вы нас приняли, про нас услышали. Мы рады принять каждого у нас в гостях. Персональное приглашение всем, кто сегодня присутствует у нас в зале, приходите, индивидуальная экскурсия будет. Ну и следующий кадр можете сканировать, переходите в наш телеграм-канал, где вся наша красота. Ну и, собственно, телефоны нашего торгового зала и мой для записи экскурсии. Ну, мой телефон вы найдете. Ну, в общем-то, он на многих федеральных сайтах есть, у Артёпа точно. Вот, спасибо огромное. Берина Владимировна, что я хотела сказать? Конечно, фотография на фоне трех канатных станков китайских, это просто потрясающе, потому что я вспоминаю, как выглядело само предприятие дворы, вот так вот снег, мешанина из отходов нефрита, чараитого, дурита, мы еще с дуритом работали. Вот, конечно, это производило тягостное впечатление, особенно по этим всем маленьким заковолкам, когда ходишь, там это было, да. но, что я хотел сказать, вы, конечно, работаете, но вот с точки зрения художественной, вот, есть у вас небольшое количество, там, вот два художника, в чем тоже такая у них манера, чисто советская, подача всех этих эскизов, и так далее. Но, за что я всегда ратую, вы знаете, ведь славу русскому камню создавали в первую очередь, конечно же, власть-продержащие, вот, в первую очередь, конечно, императорская фамилия. Сейчас у нас, слава тебе, господи, императоров нету, а если есть, то ненадолго, вот, но, тем не менее, у нас есть, по-моему, высший пример, так сказать, престижа, не только участия в этих конкурсах, а все-таки Эрмитаж. Я видел у вас там вот фотографии карточки Михаила Борисовича Петровского, там, да, это целое семейство, тем более, к вам туда наездами приезжает, там, тоже самый Денис Арсенович, с ним знакомый, да, вот, плюс там Селемные Бабры, я еще туда тоже, вот, с удовольствием буду ехать, сейчас вот этой осенью не будет, или в этой осень не будет пока, к сожалению, да. К сожалению, мы там уже ждем этого Бабра. У вас есть прекрасный, совершенно, коллектив уникальных ювелиров и художников по камню, причем Иркутск является, собственно говоря, коммерезным центром, вот, и привлекать этих людей непосредственно вашим предприятиям, потому что все-таки с художественной точки зрения здесь работа ваша серьезная Смотрите, мы приглашаем и Фалькина, Сергея, что бы вы могли сделать действительно серьезно, чтобы вас почувствовали, не какой-то там НТВ вас снимает, вы сделаете хороший подарок Эрмитажа, потому что, посмотрите, ведь историю России мы изучаем по тем самым, так сказать, яшимым комнатам, которые не сейчас создаются, не пойми как, значит, а то, что сделано, так сказать, в виде шедевров находится в Петербурге, да, все эти родонитовые торшеры, аундюриновые вазы и так далее созданы мастерами, действительно, которые, извините меня, мастера, которые учились в Академии художеств, и ведь не просто так, да, что там тоже самый мастер Наримов, извините меня, значит, это человек очень высокообразованный был, вот, и вот просто сами эти большие вазы, во-первых, подача, но, извините, кусок, значит, чарои-то сам по себе, какой вес, как его привезли, как его сделали, стоит на полу, вообще, представление есть, как экспонируются вообще такие вещи, вы понимаете, что подобного размера вазы из монолитного камня, это очень дорогие шедевры камнерезного искусства, соответственно, они должны занимать достойное место в вашем музее, сейчас этого я не могу. Пока места нет в музее, поэтому они у нас не стоят в музее. Вы знаете, она стоит на полу, если вы ее поднимете на высоту метра 20, она будет стоять чуть выше, это будет совсем другое дело. Я думаю, для этого специально перестраивать помещение не придется. У нас там сейчас стоят вазы, которые уже выкуплены, то есть, это вазы людей, которые заказаны под заказ. Вот, под заказ. Поэтому это временное перемещение. И один из вазных клиентов тоже, значит, заказал вазу для музея Ферстмана. И у нас было помпезное выручение музея Ферстмана, значит, вазы. Я понял, что они обкатывали, значит, программу, вот, как раз я думаю, значит, увидел эту вазу, думаю, значит, канатки у них там появились. Посмотрю, действительно, канатки работают. Канатки с четырехплокрасной, то есть, четырехосеевые канатки. Вот. Явно, эту вазу, которая сделала в виде пятигранной такой шестеренки, делали, обкатывая программу. Но, с точки зрения технологии, она хороша. И она, действительно, самая большая, она самая тяжелая. Но это не самая большая, мы еще большие. Ну, конечно, теперь соревнуются, но они для чего соревнуются? Для того, чтобы у них дома стояла такая ваза, а не где-то в хороших музеях нашей России. Поэтому, я думаю, что у вас вашим, так сказать, очень серьезным, креативным замесом будет. Вы, пожалуйста, своему руководству передайте эти слова, что на самом деле надо больше заниматься искусством, именно какими-то отдельными вещами. Потому что, я понимаю, что такое производство, и вы делаете большое количество, вы привозите деньги. но посреди всего этого дела, вот, у Фаберже тоже, извините меня, было, так сказать, потучное производство, он выпускал заказов очень много. Несколько десятков тысяч, ну, яичек даже, например, да, выислить, да, но мы все равно Фаберже знаем не по количеству яичек, маленьких, которые он выпустил, а все-таки по императорским лицам. Вот, и поэтому этапные вещи, они, конечно, они должны состояться. Вот, и с этим надо, конечно, работать. Идея габиона, набитого отходами, это, конечно, это, знаете, Днед всегда напоминает такого разгульную сибирскую душу. А вот что нам стоит сделать габиона, набить тепло, отход к человеку? Ну, слушайте, неплохо смотрится. Я представляю, как это может смотреться. Вот, но это, конечно, такая... Спрос рождает предложение. Ну, да. Ну, по поводу работ, видите, почему мы сейчас заходим во все конкурсы, вот здесь я у вас, потому что у нас не хватает рабочих рук. И, конечно, у нас очень много заказчиков, и в первую очередь мы выполняем заказы, все так, договора, пришел заказчик, конечно, нам хочется, чтобы наши мастера были высвобождены, кто-то, хотя бы парочка, были свободными, и они вот творили, вот, как вы, работники Фаберже, да. Попробуйте, которые у вас выйти в Викусе. Вот, поэтому. Я думаю, что они на каких-то условиях именно известности своей, и так далее, они пойдут на контакты. Потому что, ребят, мы работали с Натальей Ксеной Бакут, Сергеем Фалькиным, они к нам приезжали, учили наших ребят. В этом плане мы работали, да, и Крюкова, Валерий Иванович. А у Фалькина, насколько он вам помогает? Ну, он приезжал часто к нам, помогал. Ну, а что, в чем это реализовало? Ребят консультировал. Ну, я видел у него две работы из хорошего нефрика, значит, что он там на месте, когда был, прикупил себе, значит, хороший. Вот такого уровня люди должны быть в коллаборации. Мы в контакте, в контакте, в контакте, консультируют нас. И тогда совсем другой... На свете мы на очень много работ, как бы, покупатели не хотят светить их, понятное дело, да, они просто заказывают. У нас очень много, как я считаю, шедевров, они недоступны глазам людей. То есть, понятное дело, что мы показываем то, что у нас есть в магазине музей, вот, а то, что заказывают, это... Я бы считал недостойным вот таких заказчиков работать. Ну, слушайте, у нас есть... Они недостойны такого искусства, понимаете? Слушайте, у нас есть люди, которыми есть обязательства, им нужно кормить семьи, то есть, одеваться от этого никуда нельзя. Предприятие должно развиваться. И вот пока вот мы не выйдем вот на вот этот вот прямо вот, чтобы можем себе позволить, выделить там двух-трех человек, и чтобы они там 24 на 7 делали то, что они чувствуют, мы к этому идем. Мы к этому идем, поэтому, еще раз повторюсь, сейчас строится жилье для этих людей, и все вот это вот. Это очень хорошо. Поэтому... Ну, обычно, если дать Даниле мастеру, так сказать, задание, сиди и думать, какой-нибудь шедевр придумал, обычно это бывает спонтанно, и если художник, рождается мысль какая-то, чтобы они могли знать, чтобы они могли знать, что они могут прийти и получить какую-то поддержку в качестве, так сказать, ну, может быть, сырья, может быть... Здесь руководство всегда идет на встречу, я вам хочу сказать, у нас руководство за развитие, то есть, если руководство видит, что ты заинтересован в предприятии, да, в тебя вкладывают средства, тебе дают зеленый свет, ты можешь учиться, где хочешь, как хочешь, сколько хочешь. Я вот как пришла в 2017 году, я учиться не перестала. То есть, я постоянно где-то, либо на каких-то конкурсах, либо на курсах, либо еще где-то, потому что нельзя останавливаться, ты должен становиться лучше и становиться вот вместе с предприятием. То есть, они идут вперед, и ты должен идти вперед, и все в ногу со временем. То есть, мы все должны повышать свою квалификацию. Здесь руководство только за. Поставь себе хорошую задачу связаться с сублементажем. Вот, потому что, если это окажется сублементажем, это... Но у нас есть такие мысли. Есть. Ну, а что? Пора уже, да. Ты говорил, что... В первую очередь, конечно, поработать над образцами. Извините меня, но тот же самый Воронихин, он делал эскизы ваз как для Петербургской и Катеринбургской гранитной фабрики, так и для императорского фарфорового завода. У вас там рядом под боком китайцы с их многотысячелетней историей фарфора. Какие там китайские лаконизмы, это вообще сказка. Понимаете, вот с любой вашей вазы можно убрать все лишнее и получится шедевр. Даже если вот просто вы с китайцами будете работать. А уж если вы возьмете образцы императорского завода фарфорового, или там какого-то северского фарфора, да, потому что все-таки эти формы, они же тянутся еще из эллинского искусства, да, поэтому они проверили время. Просто я помню, когда пришел, опять же, в вашем цеху и увидел, и наверняка вы мои лекции видели, да, кружка пивная из них. Да. Вот. Я был тогда... Это период популярная вещь. Да, да, да. Я тогда рухнул, они сказали, что вот типа у нас начальство ходит в бане, а чтобы с начальством местным дружить, вот они делают нефритовые кружки пивные, и вот всем, значит, дарят. То есть это, конечно... Нет, но она кто... Я вам хочу сказать, что эта тема актуальна по сей день, это очень востребованная позиция, к нам приходят и говорят, сделайте нам столько таких-то кружек. Причем я вам скажу больше, у нас заказывают... Выпускаем. Ладно из нефрита. Заказчики стали заказывать из чироитой изофекальцитой. Мы не можем пойти против этой системы. Ну, хотят люди... Пивные кружки, да? Да, ну, хотят люди вот чироитовую себе пивную кружку. Ну, слушайте, ну... У вас на зоне предприятия слово кварц присутствует. Да, мы занимались раньше кварцем, да, и на искусственных материалах работали с Новосибирска, да, искусственно выращенных, и на натуральных кварцах, и дымчатые, и цитрины. Вы, по-моему, камень проскочил, да? Да, это нефрит. Белый нефрит на синем нефрите, ой, на черном нефрите. Нет, кварц это просто традиционно. Байкал кварц самоцвета, да. Красивое название. Байкал кварц. Уже как бы оно... Не, ну, мы занимались до Дальнего Востока кварцем добывали кварц, открывали месторождение гранулированного кварца, то есть, чтобы бы еще это было. Сергей Сергеевич, кварц это вопрос. Давайте. Каковы перспективы, так сказать, принятия на предприятии, да, новых видов уникального сырья, которые там у вас огромное количество месторождений, которые еще в Советской Риме были развязаны, но пока не дошли до производства? Вопрос хороший, актуальный. Вот. Мы в этом направлении работаем активно. Буквально вот в этом месяце мы уже будем получать лицензию на магнезиально-стронцевый калевый рихтеид. Будем работать по этому... То есть борта месторождения и человек вот работает? Это не борта, это... Отдельная зона, да? Это другая маленькая зона, это отроги массива кедрового, то есть это отроги мурунского массива. Мурунского массива. В ближайшее время вот все бюрократические этапы мы пройдем, в общем, решение уже положительное, и будем работать в этом направлении. То есть это будут полноценные поиски, разведка и, соответственно, полный комплекс георазведочных работ. Так сказать, здесь вот, значит, те, кто редкометальщиной занимается, они теперь как бы губу закатали по поводу стронца, что стронца оттуда неэффективно добывают? Ну, насчет этого я не знаю. Там в районе вообще мурунского массива на данный момент у нас всего несколько действующих лицензий. это карбонатиты ООО «Карбонатная», ООО «Калкарцовоцветы», ну, соответственно, участок старый, и ООО «Чароид» — это участок новый. И все. Вот буквально в прошлом году закончились поисковые работы на золото. Это вела Якут Геология, подразделение Росгеологии. Золото у вас немножко как бы не специализируется? Ну да, это я вообще в целом говорю, что кто там работает. А вот всякие художества, вот мы как раз недавно здесь говорили, огромное количество месторождений флюоритовых. Вы флюорит не хотите в своей как бы... Флюорит, флюорит. Там богатейшие месторождения, и жильные такие, то есть вот возрождать, так сказать, славу изделий 18-го века из флюорита. Ну, на данном этапе пока мы это не рассматриваем, все-таки мы прежде всего хотим работать на высоколиквидное сырье, флюорит это все-таки, ну, немного не то. Ну да, конечно, когда я веще. Ну, хотелось бы, конечно... Слава богу, да, что вчера пришел, как бы, в свои рамки, да. Да, да, да. Ценовые. Потому что то, что начиналось, когда в советское время, эти, так сказать, прайс-листы, когда там вот я нахожу товарные накладные, где, значит, 3 доллара 50 центов фунт вчера их стоит, понимаешь? Вот. Или там максимальная была цена 5-5-5-20. Вот. То, конечно, сейчас немножко другое. Да, сейчас ситуация немного другая, конечно. Экономика диктует свои правила. Построенная, то, что там вот все уже и приточные вентиляции, и такие стороночки, и все. И видите, вам как видят, у вас Китай под боком. Монголия у нас под боком. И Монголия тоже. Да, мы граничим с Монголией, с Китаем. Я из Благовещенска, заморской области. Вот мы граничим с Китаем. Мы граничим с Китаем. Да, и все через нас едут к вам. Да. Ну, у нас рядышком все. Буквально за углом. Анастас, которого упоминали, он фрагментирован там сколько... 73 резные части, да. Примерно фрагментов сколько? 73. 73 резные части, да. На нефритовом постаменте установили. Ручная доводка, полировка. Очень много, конечно, сложностей было, потому что большие все-таки фрагменты были большие. Сложности было очень много. Да, практически сейчас это остается вторым, да. Иконостасом, который именно резан. Первый спас на крови в Питере. Другой был иконостас, который разбили. Он был из Ревневской яшмы, он стоял непосредственно на Колыванской гранилий фабрики. То есть в Колыване в самом городе. Там был иконостас тоже целиком из Яшмы. Нет, там было гораздо больше. Был еще Гагатовым от Аганского месторождения, резчиком Поповым по эскизу Розена, которым лично назначил Александр Третий в храме, который стоял у нас всего 40 лет в Иркутске, в центральной площади, кафедральный собор, 60 метров высотой, пятикупольный, 5000 человек. Мещал в себя, спокойно взорван, был следом за храмом Христа Спасителя. И там вот был 16-метровый трехъярусный гагатовый иконостас. А, из Гагата? Из Гагата, да. Тоже вот наш, резчик Попов наш русский. Вот, кстати говоря, а Гагат-то чего? Гагат тоже, да. По цене несопоставимо немного. Что если мы работаем, даже вот с оффиколекцитом уже проблематично работаем. Почему и появляются вот эти, почему и появляются вот эти изделия из габионов, мы как-то вынуждены, как-то вынуждены, да, реализовать. Потому что с ним очень трудно. Мелко-зернистая порода. А что если поставить линию пластификации вакуумной? Сейчас все хорошие камни, все через вакуум проходят. Возможно, это как-то, ну, что-то исправят. Но, насколько я знаю, эти варианты просчитывались, но, к сожалению, это, видимо, не имеет экономического успеха. О каких-то объемах переработки идет речь на предприятии в целом? Объемы запасов, какие-то цифры, объемы переработки? Если квоты 100 тонн в год вчера, это вот... Ну, сейчас квот, квот сейчас как таковых нету. Все согласовывается по... По мере. С тех надзором в планах развития, вот, что там, как добывают якуты, я, к сожалению, не в курсе. Я в курсе, что балансовые запасы у них погашены на участке новом. То есть весь камень якутский, который в данный момент на рынке, это добыча прошлых лет. Вот. Они сейчас ведут разведочные работы, вот, приращивают запасы. Ну, к сожалению, не знают. При 140 тысячах кубометров советских запасов, да, это что-то они за 20 лет в России... Не, ну, там ситуация другая маленькая. Там же у них не один участок. Есть участок Новый-1, есть участок якутский. Как бы финальная оценка месторождения. Да, они работают именно на месторождении Новый-2. Ой, Новый-1, прошу прощения. А якутский, он как стоит, как стоял, так и стоит нетронутый. То есть в недрах они есть, а там немного другая сложная общая геологическая обстановка, очень много с крыши, поэтому он стоит до лучших времен, скажем так. А с фалозонией там в Иркутской области какие там запасы вообще? По лазуриту? Да. По лазуриту... Да, было такое дело. Потом лицензию сдали. Я, к сожалению, не помню, в каком году. Там зашли как бы... последующие от добыча. Ну, насколько это будет уже в дальнейшем, это время покажет. А за надеждинское месторождение вы не боролись, да? Нет. Это, которое, за числами Радуни? Нет, к сожалению, нет. Ну, они, конечно, в сравнении Хани, это все-таки ближе к Иркутам. Ну, ладно, ну, если там с надеждой что получится, надо к вам тоже, чтобы вы с надеждой правы, потому что там, конечно, мы сражения не сошли. И гамму внесет. У вас фиолетовое-желотенькое есть, зелененькое есть, надо еще красненького подходит. Да. Полную палитру красок надо. Да-да-да. Друзья мои, ну что, вопросы есть у вас? У нас какие, видите, прямо из первых рук вся информация интересная. Да. Ну, мы молодая камнерезная школа, конечно, вот то, что вот Бурятия у нас, Китай рядом со всем, да, Монголия. Давайте не это самое, не это самое. Ну, мы стараемся. Не скромничайте. Мы стараемся. Там у вас один только этот самый. Дашин Андаков может всю республику поднять, там, понимаешь, и вывести на плечах. У вас такие вообще там мастера, вообще Бурятская школа, и скульптурная, и камнерезная, один там Фалькин, там, у вас такие монстры, которых здесь холодные. Ну, мы надеемся, что будет время у наших мастеров. Вот. А Дашин Андаков, кстати говоря, он вам как-то помогает, или что он, или он настолько уже, даже как звери, он занятой человек. Он занятой человек. Так же, как и мы. А Эльгиз? Ну, все занимаются своими сейчас. Все с головой погружены в свои проекты. Ну, я не понимаю, почему. Потому что, вот, знаете, кадры рождаются там на месте, да, можно было бы развивать так, локально, да, а потом все, в Москве все сжирается. Это проблема на самом деле, потому что любой художник, он, если он такой серьезный, он амбициозный. Амбициозные люди, это свободные люди. Работающие люди у нас, это люди, которые должны к 8 утра прийти на работу, в 5 часов уйти, мы режимный объект, мы под охраной. Поэтому не всякий может вот под это подстроиться, не каждый. Ну, и потом люди, когда начинают получать овации, получать, вот, они понимают, что они уже способны на самостоятельное плавание, они, конечно, в большинстве своем уходят. Ну, это выбор человека, вот, это его путь личный, да. Тяжелодяновые они же, они до сих пор у нас работают, они в какое-то время встали на крыло и ушли. Это не хорошо, не плохо, это жизнь. Это вот у каждого свой путь. И в этом тоже большая проблема, найти человека, которому мы понравимся, который понравится нам, у которого будет получаться, которому мы что-то дадим, он нам что-то даст. И он останется с нами навсегда. Ну, это очень маленький процент. Очень. Мы отдаем себе отчет, мы вкладываемся в сотрудников, вот руководство вкладывается в каждого сотрудника. У нас там художественная школа в Иркутске очень хорошая. Да, мы работаем, мы работаем со всеми художественными школами, с учебными заведениями. Сейчас вот на, просто на школы зашли, чтобы вот с раннего. Ребятишки понимали, хотят ли они искать камни с рюкзаком на плече, хотят ли они что-то вот делать на станке на том же, или руками делать. В музей, например, работать тоже кому-то надо, да. Да, мы уже взрослые, на люди пенсии скоро. Вот, поэтому надо понимать, что мы все равно все уйдем. И придут молодые, потом их сменят другие. Вот Сергей Сергеевич, он потомственный геолог, он тоже помыслить не мог, но судьба его догнала. Да, занесла. Он много чем занимался в жизни, учился. Вот, и сейчас вот он, аспирант биохимии. Земной коры. Земной коры, извините. Земной коры, да. Ну что, прервемся, и не купить или как? А, еще хотела сказать, вот наша компания, мы за сохранение истории, Вера Парфентьевна пока жила, мы проспонсировали, да. Наша компания очень много спонсирует проектов, да, различных и по Байкалу, и про книги, и для науки. И вот была проспонсирована книга, ограниченный тираж, здесь свидетельство очевидцев. Это вот, дальше историю Чараита будем писать. Мы, да, ныне живущие. А это прошлое, это факт, это документ, можно сказать, мы вот Дмитрию дарим, чтобы он знал все, вот прям нюансы, там очень хорошие фотографии, фотографии Чараита, месторождений, сотрудников, в том числе нашей компании. Это вам, от нас. Знаешь, какая затрата? Я еще вам, пока, пока, пока нога двигается, я еще с Артемом к вам приеду. А мы только рады, Артем у нас уже был, спасибо ему огромное. Ну, ты очень быстро. Да, он очень быстро был, мы не успели, я не успела ему показать часть завода, потому что там надо бы немножко, он вообще очень скромно к нам зашел. Если бы не моя природная пытливость, я бы даже не узнала, кто у меня был. Хотя мы заочно были уже знакомы, по телефону общались. Он пришел в музей, как обычный турист. И только моя способность разговаривать клиентов, посетителей выяснила, кто у меня в гостях. Нет, ну, кофе, конечно, мы с чаем попили, по-моему. Вот, но там надо было охрана, чтобы пропустила вас. Поэтому в следующий раз, когда вы будете, звонок другу, и мы идем туда, где огромные пилы, где все вот это вот, мы вам все с удовольствием покажем. Спасибо. Вот. Там надо чуть-чуть заранее договариваться, хотя бы на часиках, надо два поры еще. Вот. Так что всех приглашаем, приезжайте, будет интересно. Несколько...